Руслан Соколовский совершенно феноменальный видеоблогер. Его ролики очень интересные, они провокационные и этим они действительно интересны. Более того, он романтик, он идеалист. Посмотрите его ролики, посвященные просветителям. Это умнейшие люди, которых необходимо читать, труды которых необходимо знать, которые развивают мышление, которые помогают человеку эволюционировать, а не пребывать на коленях, на карачках, не ползать и не быть умственно отсталыми. Мне очень больно и горько видеть, как российское государство, которое скатилось до уровня первобытного, преследует этого смелого парня, настоящего нонконформиста, революционера, человека абсолютно смелого и безумно интересного. То, что он делает, это интересно. И это здорово отличается от того, что мы видим и в интернете, и тем более на телевидении. Это говно, которое не только в России, но и в Эстонии, и где угодно еще. Это очень живой ум, очень острый ум, злой ум где-то. Но в этом он прекрасен, в этом его феномен. И то, что сейчас его уголовно преследуют в России, это совершенно преступление против интеллекта, против жизни, против свободы. И действительно можно говорить о новой волне тонатофилии в России, которая уничтожает все живое, все молодое, все то, что еще не утратило вкус к жизни, жажду жизни, энтузиазм. Я желаю Руслану Соколовскому держаться, не сдаваться. Он молодец, он феномен, он очень интересный парень, который развился, который на ступеньку выше очень и очень многих. В том числе и тех, кто принимает сегодня решение и управляет, к сожалению, страной. Это страна отсталая по всем параметрам. И, Руслан, держись, и я с тобой, я тебя поддерживаю.